Я вам рассказываю о еврейской мафии, потому что это материалка, которую вы не найдете, да, в учебнике, конечно, истории. Есть очень интересная книга, которую написал Роберт Ракави, называется «Он был хорош для своей матери», о еврейской мафии. Я ее брал в еврейской библиотеке, когда готовился к этой лекции, и там описываются очень интересные вещи. Книга посвящена знаменитому Луису Бухгалтеру. Когда он встречался с боссом итальянской мафии Лаки Лучиано, он попросил называть его Лепкеле. Так звала его мама. И Лучиано при этом отметил, ну как можно не любить человека, который помнит о своей матери. Вы знаете, что итальянская мафия, они тоже к своим матерям очень уважительно относятся. Вот. Еще я хочу рассказать о семье Кеннеди. Эта семья ужасно находящаяся под проклятием, под проклятым. Дело в том, что Кеннеди, Джо Кеннеди, отец известного президента Кеннеди, и Луис Розенштиль нажили в годы сухого закона огромное состояние. Вот. Фрэнк Костелло говорил, что помог Кеннеди обогатиться. И позднее Кеннеди, как видите, эти деньги потратили на то, чтобы стать президентами, да. И Кеннеди заработал много денег. Он разругался с еврейской мафией. И накануне Второй мировой войны он переехал в Германию. И там некоторое время был. А затем был объявлен послом Америки. Послом Америки в Англии. И вот в чем дело. Что когда был такой конец войны, и можно было евреев выкупать из концентрационных лагерей. То есть не было топлива у Германии. Не было техники, допустим, за один грузовик 10 евреев. За тонну, допустим, топлива 2 еврея. Вот. Так конкретно ввелися переговоры. Но Кеннеди категорически нажал на администрацию Англии, администрацию Соединенных Штатов, чтобы это запретить. То есть сотни, а то и тысячи евреев, которые погибли в результате этого, они были прямым, так сказать, последствием вот этого поступка. И Теодор Рузвельс за антисемитизм и вот за такую поддержку немецким наиболее ярым фашистам, он снял Кеннеди с поста. Но это, в общем-то, было уже поздно. Гарри Трубер называл, что Кеннеди был одним из самых ловких проходинцев в Соединенных Штатах Америки. Но у Губера с Кеннеди сложились неплохие отношения, сохранившиеся на многие годы. И вот, заметьте, эта семья конкретно находится под крыльятием. Одного брата убили, да, другого брата убили. Вот осталась там еще сестра, еще один, по-моему, или он же племянник получается, да, тоже погиб в результате катастрофы авиационной. То есть практически ни один мужчина из этой семьи, женщины еще сохраняли, так сказать, долго жить, но ни один из мужчин из этой семьи не прожил долгую жизнь. И все погибли страшным и насильственным образом. Согласны, что это проклятие? Это конкретно проклятие Божие. Самые крупные гангстеры Америки, семь гангстеров, великолепная семьярка, Лепкеле, Бенджамин Бакси, Сигал, Артур Датч, Шульц, Флакенхаймер, Мейер или Малыш Лански, Чарли, король Соломон и Макс Бобо Хофф, а также Авнер, Лонгий, Цвильман. И они говорили, что мы больше, чем вся сталелитейная промышленность. Стать на ноги этой великолепной семерки позволил сухой закон. И Нью-Йорк стал настоящим раем для джуиш гангстерс. Сам Ланский и Бакси Сигал были друзьями, и они создали свою банду, когда первому было Ланскому 19 лет, а Сигалу 15 лет. Ланский был мозгом банды. Сигал обеспечивал физическое прикрытие. Бакси мог сломать вам руку за 2 доллара и убить за 50, рассказывал один из сотрудников Нью-Йоркской полиции. В свое жизненное кредо Сигал высказал в таком предложении «Живи быстро, умны молодым и заботиться о том, чтобы тело хорошо выглядело». Вы фильмы некоторые видели, вот так же, вот этот фильм, помните? Я уже приводил его в пример «Однажды в Америке». Ну, там не все в этом фильме мне нравится, но, в общем-то, показывает, как это все происходило, да? Как вот эти подростки начинали свою мафиозную жизнь. И в еврейских групперок говорили на идиш, отмечает Ракави. Вообще, еврейская мафия мало напоминала Коза Ностру. Еврейский гангстер хотел, чтобы его сын пошел учиться в университет. У итальянцев же все было построено на семейной преемственности. Ракави, говоря о разработчиках преступной операции, упоминает, кроме Лански, также Мариса Мо Долиста. Они были оба невысокого росточка, очень умные. Лански был очень обходительным человеком, особым уважением в довоенно-еврейское общение Нью-Йорка пользовался Лонгец Вильман за то, что его бандиты, которых прозвали веселые гуляки, всегда защищали евреев от ирландцев. Как только появилась пьяная толпа ирландцев, в воздухе немедленно звучало. Завите длинного. Через пару секунд в квартале уже появлялись парни Цвильмана. То есть, вот такие были отряды самообороны. Это очень все похоже на то, что происходило в Одессе, и то, что описывал Бабель, да? То есть, очень действительно такое. Однажды, это из воспоминаний, один рассказывает, как там мы были на одном боксерском поединке, где выступал еврейский парень. Кстати, в те времена было много евреев-боксеров. Я вам расскажу еще о одном удивительном еврее-боксере Данииле Мендозе. Да. И вдруг мы слышим, как какой-то ублюдок, сидевший впереди, нас орет, убей жида. Фадди, Фадди Исраиль, тут же пал в раздумье. С одной стороны, он сидел и курил роскошную гаванскую сигару, ему не хотелось прекращать это занятие. С другой, нужно было как-то реагировать на оскорбление. В конце концов, он решил проблему просто. Похлопал ублюдка по плечу, и когда тот повернулся, ткнул ему сигару в правый глаз. Когда в 45-м году еврейское агентство приступило к созданию в Соединенных Штатах Америки подпольной сети по переброске оружия воюющим евреям в Палестине, один из лидеров Хаганы, Ягуда Арази, запросил помощи у еврейских мафиозей. Он встретился с Бакси Сигалом. Ты хочешь сказать, что евреи воюют, спросил мафиозе посланника. Да, кинул Арази. Воюют, чтобы убить? Продолжал пытаться его Сигалом. Да, ответил ответ. Тогда я с тобой пророню. Гангстер Бакси не только помог приобретением оружия, но и сам пожертвовал на эту цель 50 тысяч долларов. Огромную сумму по тем временам. Гангстеру этих многих так и не обвинили в том, что они гангстеры. Но их просто привлекли к задней уплате налогов. То есть это доказать было ничего невозможно. Еще интересна история Ланского, что если бы не еврейская, итальянская мафия, то, вы знаете, союзники бы потеряли очень много людей при захвате Сицилии. Потому что попросили ЦРУ, ФБР, я не знаю, какая там организация была. В то время в Соединенных Штатах Ланского. Ланский поехал в тюрьму, где находился лидер итальянской мафии и поговорил с ними. Лидер итальянской мафии связался с мафиозой мафиозной клановой Сицилии и в результате без боя Сицилия была захвачена Соединенной Штатой Америки. То есть удивительные вещи. Если вы фильм Ланский будете смотреть, там вот в этом тоже показано. Но кроме таких бандитских формирований и были созданы другие еврейские организации для защиты прав евреев. Это Объединенный Еврейский призыв, Совет Еврейских Федераций, Антидеформационная Лига, Американо-Израильский комитет по общественным делам и другие. Ну, я буду говорить об основных таких. Объединенный Еврейский призыв United Jewish Appeal сокращенно UGA. UGA, Объединенный Еврейский призыв, организовано было в 1938 году в ответ на погром Хрустальной ночи в нацистской Германии. После 1948 года UGA стала главной организацией, осуществляющей сбор средств для Израиля. Она до сих пор сохраняется, проводит ежегодные кампании совместно с Федерацией Американских филантропических организаций в помощи евреям Израиля. Вы знаете, что такое сионизм? Мы будем говорить сионизм, да? Это можно еще так и охарактеризовать. Это когда один еврей на средства другого еврея отправляет третьего еврея жить в Израиль. То есть, евреи-сионисты на деньги американских евреев, которые сами не хотели ехать в Израиль, да? Отправляли русских евреев, например, жить в Израиль. Вот такой сионизм получался. То есть, взаимосвязь. И вот эти организации тоже осуществляли такие вещи. Вот. То есть, 50% собранных средств идет на помощь Израилю. Остальное идет на финансирование местных и международных еврейских программ. Американо-еврейский комитет утвержден в 1906 году. В 1906 году Американо-еврейский комитет в ответ на погромы в России. Эта организация борется с антисемитизмом и уделяет внимание общих для евреев проблем в отношении между христианами и евреями. Следующая антидеформационная лига. Что такое деформация? Клевета, да? Антидеформационная лига. Она показывает, что является ложным. Да, вот эти всякие кровавые набеты или то, что пишут антисемиты о евреях. Основано было в организации Бны Брит, сыновья завета. Дело в том, что в 1913 году в Джорджии было осуществлено линчевание Леофранка куклуксланцев. И вы знаете, что куклуксланцы тоже были антисемитами. Один из куклукслановцев был ярым антисемитом. Это я не помню его фамилию. Он даже выпускал антисемитскую газету. Но после выяснилось, что он еврей и его исключили из куклукслана. Тогда в этой газете своей он продолжал критиковать куклукслан и евреев. То есть, вот такие вещи происходили в те времена. А Бны Брит, в свою очередь, был основан в 1843 году германскими евреями и выигрывшими с юной штатами Америки. Центр Шимона Визенталя в Лос-Анджелесе был основан администрацией Ешива университета 1977 год. Центр Шимона Визенталя 1977 год в Лос-Анджелесе администрации Ешива университета. Центр Визенталя уделяет много сил розыску скрывавшихся нацистских убийств, до сих пор живущих на Западе, и разоблачению различных антисемитских групп. Вы знаете, что Визенталь это был журналист, который занимался вот этим расследованием Холокоста. Дальше. Конференция президентов ведущих еврейских организаций. СПМГО это президенты более чем 40 различных еврейских групп, они периодически собираются вместе и решают общие вопросы. Национальный Еврейский Центр Исследования и Руководства СЛАЛ организованы в начале 70-х годов. Он имеет две программы для равенов и для остальных евреев и координирует с курсами обучения религиозно-исторические семинары и другие вещи, связанные с обучением евреев. Ну, наиболее известные деятели Генриетта Сольт. Генриетта Сольт. 1860-й по 1945-й год. Если бы она родилась не в те годы, а позже, на сто лет, она наверняка стала бы равеном. Она одна из восьми дочерей Балтиморского равена, страстно изучала иудаизм, добилась даже разрешения изучать еврейские тексты в Ешиве, что обычно в Ешиву не принимали женщин, вы знаете. Впоследствии Сольт перевела с немецкого на английскую монументальную многотомную историю евреев Генрия Греца. Когда в 1916 году умерла ее мать, один из друзей Генриетты, Хаим Перец, вызвался прочитать Кадишна, телом покойной. Сольт мягко отвергла ее предложение, сказала, что одела талит и сама прочитала Кадиша. Она сказала, что женщин от обязанностей вот этих освобождает, но не запрещает, не запрещает иудаизм. И Сольт организовала женскую еврейскую организацию, которая называется ГАДАСА. Вы знаете, есть больница ГАДАСА, да? в Иерусалиме. А также, значит, Сольт открывала ряд мастерских, где обучали мастерские, школ, где обучали различными профессиями еврейских девушек. Вот. И, вы знаете, в 1948 году незадолго до провозглашения ГАДАСА-Израиль произошла трагедия в больнице ГАДАСА, когда арабские солдаты напали на 77 еврейских врачей и сестер этой больницы и убили их всех. Сейчас, значит, 20, было, да, сейчас проводится программа и ГАДАСА в 1990 году насчитывала 350 тысяч членов, оставляясь крупнейшей еврейской организацией Соединенных Штатов. Следующий, Луис Брандес. Луис Брандес, 1856-й по 1941 год. Это был первый еврей, назначенный членом Верховного Суда Соединенных Штатов. В 1917 году, в 1917 году, он был преуспевающим юристом, и президент Вудро Вильсон выдвинул ее кандидатуру на освободившись в Верховном Суде места. Брандес увлекся сионизмом, и на посту президента Американской Сионистской Федерации, он руководил сбором средств для новых еврейских поселений. То есть, такой человек, который был самым главным юристом Соединенных Штатов Америки. Авраам Егошуа Гешель. Авраам Егошуа Гешель. 1907 по 1972 год. Авраам Егошуа Гешель часто говорят о еврейском варианте Мартина Лютера Кинга. Не Мартин Лютера, помните, был Мартин Лютер Кинг, борец за освобождение негров, да? И Гешель тоже был другом Кинга, и есть фотография, которая, он идет об рука об руку с Кингом во время марша в защиту гражданских прав в штате Алабама. Гешель также занимался исследованием Торы, занимался исследованием еврейского наследия, и в особенности его различные этические выводы, очень интересные. Есть евреи, писал, которых больше заботит кровяное пятно на яйце, чем кровавое пятно на долларовой банкноте. То есть, он говорил, что ритуальные законы, не могут быть выше этических. Еврейский народ, говорил, это посланец, который забыл свое послание. Гешель вырос в Польше, получил светское образование в Берлинском университете, и перед началом Второй мировой войны он покинул Германию и переехал в Соединенные Штаты Америки. В 1945 году принял приглашение преподавать в еврейской теологической семинарии консервативного течения. Его наиболее известные книги «Человек в поисках Бога», «Бог в поисках человека», «Шаббат» и «Земля Господня». Мордехай Каплан это не тот Каплан, который СССР Каплан, но другой. 1881 по 1983 год жил. Он был основателем такого тоже течения, как реконструктивизм. Реконструктивизм. Вначале он воспитывался как ортодоксальный еврей, но затем разорвался ортодоксию и начал интересоваться различными вещами о современном иудаизме. В 1945 году он издал новый молитвенник. И его критики шутили, что его молитвы обращены не к Богу, а к тому, к кому они могут иметь отношение. Помните, я говорил, что есть ряд евреев, которые вообще не имеют в своих молитвенниках обращения к Богу. Вот это был один из этих людей. И в результате его молитвенник даже публично сожгли евреи. Это уже было в 20 веке. Каплан озаглавил свою книгу «Иудаизм и цивилизация». Она вышла в свет, когда ему было 53 года. И после этого прожил он еще 48 лет. В 1922 году Каплан отметил бат-митсва своей дочери Джудит. И это было первое бат-митсва в Соединенных Штатах Америки. В 1968 году в Филадефии был открыт реконструктивистский Равенский колледж. И хотя многие критиковали Каплана, но в настоящее время его последователи имеют 62 реконструктивистские синагоги. Раби Маше Фонштейн или Рэб Маше 1895-1986 год. Видите, ребята, долго жили, да? 90 с чем-то лет. Да. Среди ортодоксов он известен как Рэб Маше. Когда ходила даже шутка, что когда студенты Ишиф становились равенными, на их документах писали телефон Рэб Маше, чтобы можно было связаться с ним, как только возникнет сложный вопрос в области еврейского права или ритуалов. И когда Рэб Маше в 1986 году умер, 60 тысяч евреев шли за его гробом в Нью-Йорке. Гроб с телом был доставлен в Израиль, где на похоронах также участвовали 150 тысяч израильтян. Можете себе представить, какое влияние он оказал. Эли Визель родился в 1928 году и это человек, который всю свою жизнь посвятил изучению Холокоста. В 16-летнем возрасте Визель вместе со своей семьей был отправлен из Венгрии в Освенцин. Там стал свидетелем смерти своего отца, но сам он чудом остался живым. И он написал ряд книг и исследований. И его главная идея это 614-я заповесть не даровать Гитлеру посмертных побед. Смолер Гирш Смолер Гирш родился в 1905 году, умер в 1993 родился в госде Замбруш Замбру Ламжинской губернии теперь это Польша и умер в Израиле. Он был тоже выдающимся деятелем примкнул к рабочему движению когда в 1920 году в Польше уторглись части Красной Армии. Вы знаете это была страшная компания только Польша потеряла в этой войне 600 тысяч человек. Каковы были потери Красной Армии мы не знаем но под Львовом и почти до подходов к Варшаве были страшные кровопролитые сражения целые мясорубки. Красная Армия отправляла свои войска и они все погибали и это был и действительно подвиг всего польского народа потому что их никто не организовывал они просто сами брали себя за оружие и везде строили баррикады 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 и в конце конца наступление Красной Армии захлебнулось можете себе представить об этой войне очень сейчас мало говорят правда война 1920 года с 22 года он становится редактором газеты Ди коммунистиши фон а с 23 года сотрудник молодежной газеты Дер Юген Арбетер издаются газеты на Идыши занимался он там в Лодзе в Вильне в Белостоке в польских городах участвовал в движении сопротивления в 1944 году бежал из Бетто и стал комиссаром партизанского отряда в Гетто он не оставлял литературную работу писал пафлеты тексты листовок и редактировал партизанскую газету на трех языках на Идыш белорусском и литовском языке вот такой человек до 1946 года поселился в Варшаве и с 1948 года был председателем комитета культурно-общественной ассоциации евреев Польши вот из евреев которые стали ну такими светскими евреями да я говорю основатель вообще-то основатель бокса как именно спорта а не как мордобоя который первый сказал что боксер должен работать головой да это был основатель Даниил Мендоза вот ее фотография он жил в Англии но как раз на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков в то время в Англии появилось такое движение которое стало называться спорт да и спорт да в основном был в пабах и вид бокса значит напивались как говорится в пабах да и делали ставки кто кому лучше набьет морду и первоначально это действительно был мордобой но зато потом превращался в ремесло чемпионов награждали денежными премии их имена знала вся Англия появились амбары для тренировок и их стали называть клубами само слово английское клуб клаб по имени кроме того что называют означает клаб означает также дубинка булава дубиной то есть клуб это место где происходят поединки и вот представьте себе Даниэль Мендоза еврей к тому же Латинос можете представить как его любили да в Англии маленький худенький еврейчик жидик Латинос и он прочел псалом да 57 дробь 7 Боже сокруши зубы в устах и разбей Господи челюсти львов буквально там сказано притупи дубы приступи зубы и он понял что притупить зубы нечестивцам это и есть Божья заповедь чем он и стал заниматься вначале он такой был как мальчик для битья знаете для тренировок спортсменов да были такие мальчики которых избивали измочаливали буквально за гроши да вот но таким образом он научился держать бой с превосходящей да держать удар с превосходящим так сказать силами еще говорят не знаю ему это не ему прописывается что Иисус не полностью выразился Мендоза был маленький рост а тогда не было такого по весовой категории борьбы и Мендоза говорил что Иисус сказал неправильно не все полностью он сказал так если тебя ударили в одну щуку подставь вторую уклонись снизу по удар и в ваш его челюсть так что этот человек первым он мог побеждать не просто потому что он был сильный да а потому что он был умелый был умелый да червь вовсю травила евреев и не было от них защиты мальчик получил традиционное воспитание хедер с 13 лет работал учеником стекольщика и мастер антисемит буквально глубился над ним однажды он зашел случайно в боксерский клуб и загорелся этим видом спорта с железной волей он стал постигать приемы бокса наращивать мышцы и скоро ему выпала честь биться с прославленным Данем Мартыни бой закончился победой никому неизвестного еврейского паренька принц Оэльский присутствующий при этом поединке лично поздравил Мендозу и вручил ему огромную сумму 500 фунтов стерлингов по тем временам это была большая сумма а тяжеловес Ричардс Хемфри вызвал его на поединок первый бой между ними закончился поражением Мендозы но в двух последующих матчах реваншах Мендоза укладывал Хемфри на пол хотя тот был на голову выше его и на 24 килограмма тяжелее Даниэля все называли Мендоза еврей его победой послужили доводом евреям поднять выше голову соплеменники называли его звездой Израиля Даниэл Мендоза открыл свою школу в боксе в Лондоне Типл Типл абсолютного чемпиона он удерживал пять лет подряд после поражения в бою с Джоном Джексоном он 11 лет не выходил на рынок потому что у него была повреждена рука но после 11 лет он снова одел перчатки и 7 лет подряд выигрывал золотые медали представляете и лучшими боксерами США во время Насухова закона также были евреи Теперь Бунд Бунд не бунт а бунт Бунт это еврейско-социалистическое движение в диаспоре пишите еврейско-социалистическое движение в диаспоре действовавщее в основном в восточной Европе Бунт это всеобщий еврейский рабочий союз Литве Польши и России так он назывался то есть националистическое еврейско-социалистическое организация, объединявшая полупролетарские слои еврейских ремесленников западных областей Российской империи. Основным был в 1897 году. То есть, практически, да, как сионизм. Примерно в то же время. В 1897 году. В 1897 году. Лидеры. Естественно, Абрамович, Айзенштадт, Кремер, Центральные органы, Диарбайтер в стиме, что означает Голос рабочего. С 1917 года он выходил в Петрограде на еврейском языке, то есть на идиши. Голос Бунда. Голос Бунда. И Дер Векер. Дер Векер, будильник. С мая 1917 года по 1925 году в Минске. Тоже на идиши. Вы знаете, что Бунт существовал как автономная социалистическая организация в России. В Первую мировую войну он занимал, как говорили коммунисты, социал-шавюнистическую позицию. Ну, по сути дела, Бунт это что? Социализм, да, но прежде всего освобождение евреев, да, и социальные программы и для евреев. В дальнейшем, после 1918 года возникли левые группы и их усиление привело к дискредитации Бунта. И в октябре 1918 года представители ЦК заявили о готовности поддержать правительство Украинской Народной Республики в деятельности Бунта. В 1921 году Бунт самоликвидировался. В 1921 году самоликвидировался. Ну, самоликвидировался, его ликвидировали уже в 1921 году. Сталин, хотя и не был главой, да, но Ленин уже к этому времени практически уже ничего не играл роли. И, естественно, Бунт постепенно сошел на нет. Бунт в основном в Украине, Польше, Литве, то есть в тех в Восточной Европе, где проживало больше всего евреев. Теперь, что касается сионизма. Сионизм это что? Это движение за восстановление государства Израиля. Сионизм это политическое, социальное движение за восстановление государства Израиль. Политическое и социальное движение за восстановление государства Израиля. Можно сказать, что, ну, примерно так, с 1740 года такой первый сионист был. Шейф Турции призвал Хайма Абулафью, лидера евреев, города Твери. С целью восстановить город Твери. Вы знаете, что был еврейский Ишу, были евреи, которые жили в Израиле, но Израиль тогда был под властью какой страны? Турции. Турции. Абулафия в 1740 году на речо взялся за работу. Всего лишь за два года под его руководством были построены дома, лавки, восстановлены стены, начато строительство дорог, засеянные поля, засажены сады и даже построены отличные бани и самая красивая синагога того времени. Ну, пожалуй, восстановление царства Израиль из Европы больше всего связано с именем Ротшильда, Натан Ротшильд. Натан Ротшильд. Он выходец из Германии. Ротшильд и четверо его братьев родились в Гетто во Франкфурте. Есть такое предание. Вы помните в это время что происходило? Война с Наполеоном. Да? Война с Наполеоном и один из офицеров оставляет у главы Ротшильда полковую казну. Я вам пример говорил, что можно деньги закопать, а можно пустить в оборот. Он так и сделал. И он открывает баскирские дома. В 1885 году он переезжает в Лондон, в Лондоне баскирский дом, в Германии, во Франции и Австрии. То есть в самых ключевых странах. И наиболее такая интересная его операция была в 1807 году, когда нужно было переправить английским войскам, оказавшимся в окружении, в Испании, большую сумму денег. Но англичане думали, что как-то надо переправить море. Но Англия была блокирована. Это было еще до Трафалярского сражения, когда потерпели поражение французы, помните, Нельсон одержал победу, а это было еще до того. Надо было каким-то образом переправить деньги. Тогда Рошельд в Лондоне сказал, мы это сделаем, давайте деньги мне. Они дали банку деньги Рошельду в Лондоне, да, он написал своему брату во Францию из-за французских денег с французского банка была экипирована полностью и закупили оружие, продовольствие английской армии. Вот так действовали евреи, да. То есть они физически деньги не перевели, да. Вот еще большая была авантюра у Рошельдов, если может быть кто-то смотрел фильм Граф Монте Кристо, да, вот, когда, там нечто похожее покажется, да, у них была целая система телеграфа, шифровок, и они сделали большую авантюру, когда потерпел поражение Наполеон в битве при Патерлоо, они этот факт скрыли и распространили совершенно другую информацию. В результате они продали одни акции, скупили другие акции, потом на бирже началась паника, да, и только Рошельд оказались в большом наваре после всего. В общем, такие вот у них были интересные операции. А у него был зять, да, Рошельд тоже ездил в Израиль и там помогал тоже экономически евреям, и зять его Моше Монтефьоре, он был зятем Натана Рошельда. И ему купили даже место Лондонской брижи и титул. Вы знаете, что некоторые евреи покупали титул, становились операми, становились лордами, и в результате очень многие английские знатные фамилии, они имеют еврейские корни. В 1927 году сын этот зять Ротшельда Моше Монтефьоре отправился в Израиль, чтобы посмотреть, как живут евреи поистине. Это было как свадебное путешествие его и его жены Джудит. И когда они увидели, что творится, в Израиле они решили посвятить евреям Израиля всю свою жизнь. Они помогли основать сельскохозяйственные поселения в Яфа, Сфате, Тверии, была открыта школа для девочек, начали строительство больниц и мельницы, которые до сих пор находятся в Иерусалиме. И появилась первая такая практика. Евреи начали покупать земли. На чем они основывали это? Они основывали на том, что Авраам, помните, хотя он имел право жить в Израиле, но он покупал земли местных племян для того, чтобы там хранить себя и своих родственников. Ребекка Грац, 1781-1869 год. Это была очаровательная, красивая, образованная женщина, и когда ей было около 20 лет, она полюбила христианина, но, не желая порываться иудаизма, отказалась от брака с любыми человеками и осталась одинокой на всю жизнь. Вальтеру Скотту рассказали эту историю, и он решил запечатлеть в Айвенге. Одну из героинь Айвенга зовут Ребекка. Кстати, эту часть истории все наши экранизаторы, да, помните, благополучно упустили. Упустили. И Ребекка, она так не вышла замуж, и у нее не было детей, но у нее было очень много детей приемных. Она организовала первую Соединенных Штатах Америки еврейскую воскресную школу, которая руководила в течение 27 лет, пока не достигла возраста 84 лет. Равен Мазе. Мазе, да, Мазе, что такое? Это аббревиатура еврейских слов Мезера Аарон Хакаген, то есть из рода первосвященника Аарона. Родился в Могилеве в 1859 году. И это был удивительный Равен, он был одним из загранизатора общества вспоможения евреям земледейцам и общество направило в Галилею присмотреть и приобрести земельные участки для заселения и группами Халуцим. Это было в 1890 году. Халуцим, это кто были? Да, Халуцим, это разутие, помните, снятие обуви, и Халуцим их босики можно назвать, это были первые пионеры, которые заселяли Галилею, Галилея, Нижняя Галилея в то время была покрыта болотами и многие из них погибли, осушая болоты. Осушая болоты, да. Известность пришла к Якову Мазе, сейчас еще пару минут, в 1913 году в дни процесса Бейлиса, обвиненного в Киеве в ритуальном убийстве христианского мальчика с целью добыть кровь для замешивания пасхальной мацы. Слышали дело Бейлиса, да? Кстати, как вы знаете, фамилия была христианского мальчика, которого якобы убили еврея? Ющенко. На этом мы закончили.